МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По делу Игоря Сергеевича Пушкарева сторона обвинения предъявляет в три части, да, есть обвинения. То есть его суть заключается в том, что Игорь Сергеевич продавал материалы дороже. Я подозначу не Игорь Сергеевич, а группа компания Восток-Цемент продавала материалы дороже, мог дороги Владимир Сток. Да, исходя из этого, это продажи дороже, дивиденды и взятки Лушникову. Так вот, вы провели исследование, суть которого должна была доказать, были ли дороже, собственно, продавалось ли все дороже, или же наоборот нет. Так вот, каков результат вашего исследования серьезный? Да, ну, исследование, оно не может там что-то доказывать, оно исследование, а результат уже какой получается, такой и получается. Поэтому адвокаты, блин, поставили вопрос в действительности, вот этот краеугольный камень обвинения исследовать, это вот были ли продажи материалов в адрес МОД дороги Владивостока дороже, чем средний рыночный уровень цен. И поэтому, соответственно, я основное внимание уделил на первом этапе своего исследования именно этому вопросу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос и было объективное исследование, я пошел по очень понятному, простому пути. Я опросил всех поставщиков материалов, получил от них прайс-листы ретроспективные за тот период, который исследовался. А вообще период исследовался с 2008 по 2015 год, потому что в течение этого периода и было взаимодействие МОД дороги Владивостока с группой компанией Восток-Цемент, и были поставки. Поэтому за вот такой весь период такого взаимодействия я и исследовал цены. И получив те цены, которые в действительности фактически присутствовали на рынке, а это все подтверждено документами, и эти документы приложены к моему заключению и они находятся в деле, то есть совершенно объективные первичные материалы, обработав те данные, которые в них содержатся, а именно цены, очень простым способом, просто если, скажем, в течение какого-то квартала были поставки, предположим, какого-то материала тремя поставщиками, то цены этих трех поставщиков суммировались, делились на три, получалась средняя величина. Ну это второй класс, там, или третий класс школы. Очень простая и понятная арифметика. Таким образом вот получались такие средние региональные рыночные цены фактические, которые в действительности были на рынке и подтверждены документами. То есть, по сути, можно уточнить, вы провели такой математический анализ. Математический анализ, это маркетинговый анализ, то есть сбор вот этой самой первичной информации, это стандартно вообще маркетинговое исследование, сбор именно вот такой документации, прайс-листы, рекламный буклет, ну и так далее, и так далее. Поэтому я непосредственно обращался к поставщикам материалов, получил от них эту первичную информацию, плюс использовал те данные, которые были в каталогах цен, оптовик Приморья, там, ДВ Приморья, ну, в общем, такие цены же, они же публикуются, они же не скрытые. Им интересно поставщика объявить, что он продает какие-то материалы в таких ценах, поэтому это совершенно объективная информация. Поэтому вот эта вся информация была изучена, собрана, и по этой информации были определены средние региональные цены для каждого квартала, для каждого материала, который поставлялся МУД Дороги Владивостока в течение периода с 2008 по 2015 год. Это, значит, один показатель ценовой, который сравнивался, собственно, с чем сравнивались. А второе, то, что я определял, это по каким ценам были поставки, средним ценам за квартал поставки в адрес МУД Дороги Владивостока. То есть мне была предоставлена информация бухгалтерская, и я ее исследовал. В итоге я получил те средние цены, по которым были поставки в адрес МУД Дороги Владивостока группы компаний Восток-Цемент. Дальше простое действие. Для каждого квартала берется разница между той ценой, которая характеризовала поставку этого материала в этот квартал, и средней региональной ценой, фактически, которая присутствовала на рынке. Берется эта разница, умножается на объем поставки, и мы понимаем. Если вот эта разница получается положительная, то МУД Дороги было хорошо. То есть он получил финансовый эффект, потому что если я отнимаю из средней региональной цены, отнимаю цену, соответственно, поставки, то получается, что результат получается положительный, потому что цена средней региональная выше, чем цена поставки. Поэтому это означает положительный для МУД Дороги финансовый эффект, для МУД Дороги Владивостока финансовый эффект. Если же величина получается для этого квартала отрицательная, значит МУД Дороги Владивостока купил материал дороже, чем мог бы купить на рынке вот такая простая арифметика и в итоге значит я это все для каждого квартала для каждого материала такие показатели посчитал потом это все просуммировал и получил для каждого года во-первых показатели и на графике там будет хорошо видно значит для первых трех годов это для 8 9 10 цены продаж были примерно по рыночным то есть там небольшой плюс получается но это действительно средние региональные цены то есть продажи были очень близко средний региональным ценам первые три года 8 9 10 год а с 11 года цены были уже цены поставок в адрес муп дороги владивосток они были существенно ниже чем цены на рынке и получились очень большие финансовые эффекты положительные для муп дороги владивостока то есть ему было выгодно покупать материалы группа компания восток цемент по заметно заниженным ценам в итоге общего такой за весь период 8 по пятнадцатый год финансовый эффект который получил муп дороги владивостока по моим расчетам как я сказал они объективизированы совершенно эти расчеты получилось 342 миллиона рублей то есть финансовый эффект для муп дороги владивостока положительный это означает что он купил материалов за этот период дешевле у группы компания восток цемент на 342 миллиона дешевле подчеркиваю чем если бы покупал бы эти материалы на рынке вот такой результат получается по сути наоборот получила наоборот по отношению к тому выводу которые сделали эксперт и и на котором основана собственно говоря обвинения получается там же есть один очень интересный нюанс потому что как вы говорите когда вы проводили исследование вы с 2008 анализировали до по 2015 сотрудничество верно дорог владивостока и компании восток цемент а вот эксперты которые делали до этого экспертизу там есть некоторая разница они оценивали лишь часть расскажу верно потому что когда я получил такой результат и рассказал этот результат адвокатом пинона поставили следующий вопрос это проанализировать а каким образом вообще получился результат совершенно обратные моему результаты у экспертов поэтому я второе исследование это исследование того заключения экспертов которое находится на котором основана собственно обвинение и находится в материалах дела это заключение экспертов приморского ртцс и я выполнил такое рецензирование смысл заключался в следующем но первое во первых проверить насколько правильные методики были использованы насколько я могу об этом судить второе второй вопрос это соответственно правильно ли были выполнены расчеты экспертами но и само исследование и третий вопрос если будут найдены ошибки ошибки были найдены а каков на самом деле должен быть результат если вот эти все ошибки эксперты бы не допускали вот вторая часть исследования еще там есть третья часть исследования вот то о чем вы говорите то есть вы говорите правильно совершенно что эксперты они исследовали почему-то взаимодействие между группа компания восток цемент и моб дорога и востока только за определенный период с 9 по 12 год хотя как я уже подчеркнул такое взаимодействие было более длительный период с 2008 по 2015 год но почему-то вот для есть для обвинения выбрали тот период о котором я сказал с 9 с 2009 по 2012 год и вот на этом основанное заключение эксперта а можно и поэтому это ведь еще как раз был такой интересный очень периода даже по графикам там можно увидеть сначала моб дорога настолько вот по моим исследованиям продавал как я сказал по ценам близким мы покупал материалы по ценам близким крыточным это было с 8 по десятый год а потом уже группа компания восток цемент стала продавать материалы заметно дешевле чем на рынке именно на дороге владивостока причины почему вы так поступало группа компания восток цемент это должны на самом деле объяснить специалисты группа компаний восток цемент но наверное игорь сергеевич сам потому что я исследовал только фактический материал вот но я еще подчеркиваю что эксперты выбрали вот именно с 9 по 12 год свое исследование основано только для этого периода поэтому третья часть моего исследования моего рецензирования заключения эксперты заключалась в том чтобы посмотреть а чтобы было бы если бы эксперты выполнили свое же исследование но за весь период с 8 по 15 год я подчеркну в чем тут нюанс главное главное в том что и как я уже пояснил я сравнивал фактическим средний региональным уровнем цен потому что я бы определил непосредственно на рынке что еще называть средний региональным уровнем ценам если непосредственно цены предоставлены поставщиками своих прайс-листах эксперты они использовали в качестве средний региональных цен сметные цены но определенным образом скорректированы еще там они корректировали на то что эти сметные цены они включали себя транспортные расходы поэтому там в определенной корректировке мы на этом останавливаться не будем. Но в базе их расчета лежали сметные цены, которые публикуют Приморский РЦЦС. И поэтому я и подчеркиваю, что я не просто сравнивал со своим исследованием, а вот третья часть моего исследования заключалась в том, чтобы посмотреть, если бы даже пускай эксперты сравнили бы со сметными ценами цены поставок, то что бы получилось в итоге за 2008-2015 год. Вот как бы три части исследования. Про первое я рассказал. Итог получился положительный для МОПДОГО высокого 342 миллиона. А теперь, значит, давайте я посмотрю, расскажу, что получилось по двум другим исследованиям. Значит, первое. Я проверил ту методику и те расчеты, которые выполнили эксперты и обнаружил, что там в них присутствуют определенные ошибки. Просто если посмотреть, даже вот сопоставить просто визуально те средние региональные цены, которые я получил, которые использовал в расчетах, и те тоже средние региональные цены, которые используют в своих расчетах специалисты Приморского РЦЦС, то просто даже на графиках просто визуально видно, что вот эти вот цены, они заметно ниже, чем те цены, которые получил я, непосредственно исследуя рынок. Почему? Потому что сметные цены, вообще это результат некоторой обработки первичной информации. Не будем вдаваться в подробности, как это происходит, но я вижу факт. Вижу факт, что на самом деле мы говорим об одном и том же, но их цены, которые они используют в расчетах, они занижены. Ну и в итоге, соответственно, если цены эти занижены, то понятно, что если я продаю там по каким-то ценам и сравниваю их с их заниженными ценами, вполне можно получить, естественно, и отрицательный результат. Но тогда надо обратиться к тому, насколько корректно были получены вот эти вот сметные цены. Я говорю, что там были допущены определенные ошибки, даже были довольно-таки забавные ошибки, когда, например, поставщиком цемента является только спак цемент, то есть группа компания Востокцемент. И вроде бы как она только является поставщиком, поэтому его цены являются среднерегиональными ценами, другого быть не может для тех материалов, которые поставляются по ГОСТ. Но даже для вот такого материала оказалось, что смертная цена, рассчитанная или те вот цена, которые используют эксперты, она ниже, чем цена, которая характеризует поставки или цены Спасцемента, а он единственный поставщик. То есть это уже само по себе демонстрирует, что что-то не так в этих расчетах. Ну еще говорю, что там есть определенные ошибки, поэтому я сделал следующее. Сначала я эти ошибки выявил и в своем заключении привел. Потом я исправил эти результаты, которые допустил, те ошибки, которые допустили эксперты. И в итоге получилось, что результат уже получается с точностью наоборот. Он получается с того минус 123 миллиона, которые утверждали эксперты, он получается плюс 53 в пользу МУП дороги Владивостока. То есть не отрицательный результат для МУП дороги Владивостока, а положительный 53, только если исправить ошибки экспертов. Дальше, что я сделал на этом этапе этого исследования. Я уже сказал, что даже визуально видно, что сметные цены, которые использовали эксперты, ну не сметные, а вот те пересчитанные и сметных цен, отпускные цены, которые использовали эксперты в своих расчетах, они явно и порой даже заочно существенно ниже, чем фактически отпускные цены, которые я получил пользу этого исследования рынка. И потом я посмотрел тогда, соответственно, только для тех материалов, которые исследовали эксперты, а что будет, если, соответственно, сравнить это все с этими ценами за этот период, за с 9 по 12 год. И в итоге получилось, что такое исправление уже просто, фактически, замена неправильно рассчитанных цен на правильные цены, на средние региональные, она дает результат 147 миллионов в плюс. В итоге даже вот для 9 периода, который исследовали эксперты с 9 по 12 год, получается все равно положительный результат, если сравнивать со средними региональными ценами фактическими. Получается плюс 147 миллионов. Вот, значит, какие получились у меня результаты такого, второй части, второй части исследования это сопоставление. Нужно еще сказать, что проблема экспертов еще, какие ошибки там, я не буду вдаваться, но одну ошибку я подчеркну, что перед экспертом был поставлен очень простой, понятный вопрос. Сопоставить цены всех поставок в адрес МОП дороги Владивостока со стороны группы компания Восток Цемент со средними региональными ценами. Все, больше ничего в вопросе нет. Сопоставьте и посчитайте разницу между этими поставками. Но эксперты использовали только те данные, которые собирают ГУП Приморской РЦЦС, только сметные цены. Но эти сметные цены, они определяются далеко не для всех материалов, которые поставлялись, как это ни странно. И вот по материалам, примерно только для половины материалов были исследованы эксперты. Они сами пишут в заключении, что из 59 материалов, которые поставлялись, мы исследовали только 31 материал, то есть половина. Странно. Второе. Далеко не для всех кварталов, то есть не для всех поставок вот этих квартальных периодов, когда были поставки, эксперты исследовали данные. То есть примерно в целом для третьих материалов они не исследовали. Для третьих кварталов, когда были поставки, они вообще не исследовали цены. Но для основного материала это асфальтобетонные смеси, а их в общем в общей цены всех поставок, всех материалов вот цена асфальтобетонной смеси 84 процента занимает, то есть, это основные материалы, Klemmner поставлялся, на остальные приходится 16. А точнее, даже на 3 на асфальтобетонной смеси бетон и щебень вообще приходится 98 процентов. На 3 материала приходится основные поставки, но основные поставки были асфальтобетонной смеси, казалось бы, можно уделить особое внимание, но для такого материала эксперты практически в половине случаев в 40, в 56 случаев они исследовали поставки, а 44% поставок они вообще не исследовали для основных материалов, которые поставлялись. В итоге, можно говорить, что масштаб исследования далеко неоднозначный, недостаточный и ответ, который получил, не соответствует поставленному вопросу. Поэтому не было сказано, сами решите, для каких кварталов определять поставки, для каких материалов, а для остальных, если не хотите, то не определяйте. Такого не было, для всех должны были определить, поэтому они должны бы сделать даже если взяли сметные цены за основу для тех кварталов когда и для тех материалов для которых таких вот сметных цен не было ну и следуйте сделать то же самое что сделал я опросите всех поставщиков что сложного это сложно но это долго но это можно я же это сделал юрий витальевич предлагаю сейчас сделать небольшую паузу в нашем разговоре мы прервемся на короткую рекламу а после продолжим оставайтесь с нами а мы продолжаем наш разговор юрий витальевич получается да такой небольшой итог нашей первой части разговора что по всем проведенным вами вами моментом до исследования получается что результат не отрицательный а положительный для мог дороги дороги до востока так была еще третья часть насколько я знаю вашего исследования ну да то есть я значит еще раз просто напомню что действительность если просто сравнивать с рыночными ценами за весь период как я уже сказал получается положительный результат 342 миллиона то есть мобдорго досоку купил материала на 342 миллиона дешевле чем на� opening на рынке это вот за весь период если сравнивать со средними региональными ценами если сравнивать да даже вот после исправить ошибки эксперта которые были допущены то это получается результат положительный для того периода который они исследовали с 9-го по 12-й год получилось 53 миллиона а с если сравнивать за этот же период со среднени и региональными ценами то получается, что эффект для мурдового высокого 147 миллионов, то есть купили даже за этот период дешевле на 147 миллионов. Но еще перед мной был поставлен вопрос, да, я естественно эти все результаты рассказал адвокатам, они поставили еще передо мной третий вопрос, который и в общем-то третью часть исследования включает в себя. Вопрос такой, что а чтобы было бы, если бы эксперты свое исследование проводили не для какого-то выборочного периода с 2009 по 2012 год, а за весь период взаимодействия группы компаний «Восток-Цемент» и МУК «Дороги Владивостока», то есть с 2008 по 2015 год, то есть так как я проводил свое первое исследование, только я сравнивал со среднеоригиональными ценами, а здесь идти в логике экспертов, сравнивать со сметными ценами, то есть естественно то, как они делали, только естественно не допуская тех ошибок, которые допустили эксперты. Поэтому третья часть моего исследования была посмотреть, а что у нас получается даже по сметным ценам, корректно пересчитанным к отпускным ценам, но за весь период 2008 по 2015 год. И здесь получается такая интересная картина, на графике это видно, за период с 2009, 2010 и 2011 год по сметным ценам получается отрицательный результат. Начиная с 2012, 2013, 2014, 2015 год, результат получается существенный и положительный. И общий результат, который получается даже при сравнении по сметным ценам, 102 миллиона рублей в плюс для МУП «Дорога Владивостока». То есть даже по сметным ценам, которые я сказал, что на самом деле они некорректно отражают среднеоригиональные цены. Но даже если делать только по этим сметным ценам, сопоставление, но за весь период, то все равно получается, что положительный для МУП «Дорога Владивостока» эффект, 102 миллиона, это говорит о том, что на самом деле продажи были материалов не под более дорогим ценам, а по более дешевым ценам покупки, точнее покупки материалов были МУП «Дорога Владивостока» группа компаний «Восток Цемент» по более дешевым ценам, чем это было бы на рынке, который мы имитируем с помощью сметных цен. Поэтому, ну и это на самом деле все-таки более объективный результат, потому что, как я уже сказал, вот на графике, там в определенный период такие вот формально рассчитанные показатели, они получались отрицательными, но в другой период положительные. Тогда получается, что результат или мой ответ был бы, или ответ экспертов, он бы зависел от того, какой период им сказали. Сказали бы, определите за, возможно, с 12 по 15 год. Получился бы очень положительный результат, потому что в этот период были только положительные результаты. Но им сказали с 9 по 12 год, а 9 до 10 до 11 год, вот так вот по расчетным, по сметным ценам, если их используют для расчета, получается результат отрицательный. И в итоге, соответственно, вот эта выборка, можно было сказать, например, там, давайте посчитаем, не с 9 по 12, а с 10 по 13, например, год. Уже другой результат получился. То есть, в любом случае, анализировать нужно полностью? Ну, конечно же, потому что тогда вот ответ, получается, зависит от того вопроса, который я ставлю. Я могу поставить вопрос, на самом деле, так преднамеренно или интенсиозно определенным образом. Объективный может быть результат, даже при таком расчете, я бы сказал, объективизированный результат. А давайте посмотрим, что получается за весь период взаимодействия. С 8 по 15 год. И вот если бы был по такой поставлен вопрос, и даже эксперты бы использовали смертные цены, то они получили бы не отрицательный, а положительный результат, 102 миллиона в плюсе. Поэтому получается, что как ни посмотри, если более-менее объективно, но если объективно совсем, это нужно, как я уже сказал, сравнивать со средними ценами на рынке, фактическими, но даже если сравнивать вот так со смертным ценами, да, еще подчеркну, что на самом деле, вот эти смертные цены, вот этот результат, который я получил, это результат, но я уже пояснял, что вот эти смертные цены, они не для всех материалов. Поэтому вот за период с 8 по 15 год всего было поставлено 83 материала, а результат этот можно было бы считать только для 44 материалов, для которых велось наблюдение. Поэтому вот это 102 миллиона, это только результат по 44 материалам получается, он положительный. Если же возьмем и еще подчеркиваю, только для тех кварталов, когда такое наблюдение производилось, а это примерно только треть кварталов. Поэтому если мы добавим еще треть кварталов, плюс еще, соответственно, все 100% материалов, а не половину их, то, наверное, результат будет еще больше. Но даже этого достаточно, чтобы понять, что вот с любых точек зрения, по крайней мере, в рамках моего исследования, еще подчеркиваю, у меня не было задачи какой-либо, кроме как найти истину. Вот получается, что истина такова, что результат получается для мультуры высокоположительным. Суд задавал какие-то вопросы после вашего выступления? Естественно, я все это подробно рассказал, причем там был подробный рассказ, еще сопровождался различными слайдами, поэтому иллюстрации было достаточно, чтобы понять смысл моего исследования. Первый день я выступал, и потом через день меня, соответственно, задавали вопросы, как сторона обвинения, так и адвокаты. И никаких существенных замещаний, в принципе, не было. Были вопросы только уточняющие, там вот поясните, там вот с НДС, потому что вот эксперты, у них еще ошибка одна, то, что они ко всем ценовым показателям добавили НДС, чего делать не нужно, потому что речь идет только о ценах. А НДС это налог, который уплачивается в бюджет, то есть я уплачиваю в бюджет, я никак не могу какому-то своему контрагенту нанести какой-либо ущерб. Поэтому это, так сказать, налог особый такой, который интересует бюджет. Но и вопрос звучал только о ценах. Цена не может в себя включать НДС. НДС это налог, который от цены и рассчитывается. Поэтому, естественно, налог не может входить в цену, от которой он же и рассчитывается. Это какая-то абсурдная вообще. Ситуация даже на пальцах понятная. Поэтому вопрос звучал экспертом о ценах. И я тоже исследовал именно цены. Поэтому вот были вопросы такие, уточняющие насчет учета НДС, насчет методик, которые я использовал. Ну, естественно, я пояснил, где какие методики использовались, которые опубликованы. Ну, если есть просто, там было простое исчисление, там арифметика сложить 2 плюс 2, то тут я, естественно, объяснял, что это простые общие знания математики, которые нам общепрозвательная школа дает. Более того, вы представили все цифры, все наглядно видели. Да, все цифры, все формулы, объяснения. Да, и главное, что еще к моим заключениям приложен вот этот самый фактический материал. То есть все вот эти прайс-листы, которые я получил, или там страницы каталогов, которые использовались, они все приложены к моему заключению. Все это можно увидеть и перепроверить. Ну, собственно, как перепроверить? Ну, получить те же самые прайс-листы от тех же самых поставщиков. Если рассматривать ситуацию, исходя из того, что вы сейчас нам рассказали здесь, да, исходя из вашего исследования, то по большому счету, конечно, в идеале было бы провести повторную экспертизу. Уже, да, так сказать, объективную, повторную экспертизу, то есть с людьми не со стороны обвинения, не со стороны защиты. Мне кажется, это вполне логично. Но, насколько я знаю, этого не будет. То есть в итоге суд принял решение и экспертизу не проводил. Ну да, то есть можно проводить экспертизу, но это должен решать суд. То есть я не могу комментировать действия суда. Вот. По мне, так вообще-то материала вполне достаточно для того, чтобы делать какие-то выводы и даже без повторной может быть экспертизы, потому что есть заключение, собственно говоря, материал дела есть заключение экспертов. Я со своей стороны в рамках моей области знаний показал, в чем, так сказать, я сомневаюсь и пояснил. Плюс, соответственно, есть мое заключение показывающее, что на самом-то деле все было с точностью наоборот по отношению того, что сказали эксперты. Даже для периода, который они исследовали, все равно получается положительный результат для МОК Дорога и Владивосток, не говоря уже о всем периоде. Поэтому, в принципе, если, скажем, пытаться установить какую-то истину, может быть, суд считает, что ему этих материалов достаточно. Но это он должен определять. То есть я тут комментировать, естественно, не могу и не буду. Юрий Витальевич, спасибо вам огромное за этот разговор. Это, конечно, очень интересно. Была проделана серьезнейшая работа. Спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин